Вот эта проблема у нас уже с прошлого года, с прошлого лета. Мы уже говорили, все видите, все течет, все вот. У нас уже вот мебель, кровать испортили, выкинули. Дом номер 7 1966 года постройки уже давно требует капитального ремонта. Стены обветшали, штукатурка отлетела, крыша течет, как будто ее и нет. Каждый дождь этот дом переживает с трудом. Жители второго этажа не знают, что такое хороший ремонт. А во время ливня все емкости стоят на полу, туда стекает вода, льющаяся с потолка. В прошлом году, правда, крышу латали в нескольких местах. Правда, к улучшениям это не привело. Вода также попадает в квартиры. Обещали крышу починить, шифер заменить. Они поменяли, а толку мало. Еще больше течет. Тазы стоят каждый раз. Небольшой дождик и чуть ли не во всю комнату. Помимо кровли в доме проблемы с канализацией, трубы часто забиваются и рассыпается дымоход, который расположен на крыше. Кирпичи вот-вот свалятся на голову. До недавнего времени обслуживание дома было на плечах гуг железнодорожного района, до ее банкротства. Последние три года дом находится в непосредственном управлении, а с компанией «Благострой» заключен лишь договор подряда. При непосредственном управлении жильцы сами могут решать общие вопросы по содержанию и ремонту дома. По словам директора управляющей компании «Благострой» Юрия Горелова, от ремонта канализации в прошлом году жители отказались. А для ремонта кровли на счетах у жильцов дома недостаточно денежных средств. Но все же крышу ремонтировать будут. Собрание планируют проводить, да. Если они готовы дополнительно. Но все равно будут. Простичку надо устранять так и так. Будут они, не будут они скидывать. Все мы будем делать. В долги, значит, за нас еще будем делать. Они потом будут нам потихонечку погашать эту сумму. Но дело в чем, что если что-то другое случится, у них уже не будет денег. Больше чем за полвека кровли, стены, системы канализации пришли в негодность. Дому с такими проблемами поможет только капремонт, который состоится еще не скоро – в 2036-38 годах. Этот срок был установлен автоматически, по ряду критерий. Это год ввода в эксплуатацию, изношенность элементов, платежная дисциплина жителей. Начаиваться не стоит. Срок ремонта возможно перенести на более ранний период. Для этого необходимо обратиться в специализированную организацию, которая осуществляет строительные экспертизы, экспертизы в сфере ЖКХ. Таким образом, эксперты проведут данное обследование, вынесут свое заключение, которое должно содержать отметку о том, что срок износа на крыше в данном случае больше 70%, и проведение капитального ремонта требуется незамедлительно. После получения экспертизы жителям необходимо предоставить заключение в фонд модернизации с жилищно-коммунального комплекса. Затем комиссия рассмотрит износ дома и вынесет решение. Только таким образом есть возможность перенести срок ремонта на более ранний период. С 2017 года такой возможностью воспользовались почти 200 домов. Кирилл Савосин, Даниил Сурков, Управда ТВ.